Красота спасет мир. Заезженная фраза. Но если подумать, то человек, переставший замечать красивое в своей жизни, редко бывает по-настоящему счастлив. В этом плане, наверное, больше всего повезло творческим людям. Художники успевают увидеть красивое буквально везде. И вот уже осеннее туманное утро становится картиной. И глядя на городской пейзаж глазами художника, люди начинают тоже замечать прекрасное. В работах Леонида Петровича Демина именно так. Еще в детстве он отличался любовью к рисованию. В годы войны, живя в землянке, маленький Леня рисовал на побеленной стенке петухов, Сталина, танки. Солдаты порой заходили посмотреть, удивлялись юному таланту. А когда Леонид Петрович оказался уже взрослым художником в нашем городе, то стал его летописцем. Частенько Леонида Петровича можно увидеть с этюдником на улице. То он пишет веды лавры, то уютные дворики. А творчество художника признано на разных уровнях. Леонид Петрович, вы наше все. Я просто уверен, что все молодые художники равняются на вас, как и все мы. И мне очень хочется, вот ваша картина у меня есть и дома, и в кабинете. Хочу, чтобы моя картина у вас тоже была. Здоровье самое главное. И продолжение много-много большой работы. По картинам Демина можно проследить, как менялся Загорск, а затем Сергеев Посад. Как на смену хлебным полям пришли дома и дороги. Пока я иду из дома, из мастерской, то есть из квартиры до мастерской, я вижу на каждом шоку красоту. Останавливаюсь, как красиво. Пройдешь немножко что-то, вот сейчас осень у нас золотая была. Это вообще сказка в городе. Сказка буквально. Сейчас, правда, осыплась. А вот в прошлом году иней, когда был сильный, это вообще было чудо какое-то. Вот в мастерской дверь откроешь и ахнешь. Задача художника, пейзажиста, все-таки то, что он любит и видит красиво, писать. И это любовь и восторг зрителю должно передаваться, чтобы он, как говорят, легче ему было жить. Что живет он в городе, небольшой город, город красивый, улочки, деревья. То весной они, то летом, то утром, то вечером. И эта красота, она постоянно, только надо это чувствовать. И тогда жизнь будет казаться более счастливой. Как говорит сам Леонид Петрович, он вдвойне счастливый человек. И красоту видит во всем, и через свои картины может делиться этой красотой с людьми. Почти каждый день художник в мастерской. Мыслит, творит, радуется жизни и передает эту радость красками.